Здравствуйте! Эфир продолжает программа «События» в студии Михаила Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Снегопада, который обрушился на Самару в минувшие выходные, устраняли в усиленном режиме. В день, когда город накрыла сильнейшая метель, задействовали 160 единиц спецтехники и 228 уборщиков. О том, как столицу региона освобождали от снежных заносов, говорили на еженедельном совещании в мэрии. Оно прошло под руководством главы города Елены Лапушкиной. За что будут наказывать управляющие компании ТСЖ и ЖСК и как избежать штрафных санкций, выяснила Ольга Павлова. Еще неделю назад жители города радовались отсутствию снега и комфортной температуре воздуха. Морозы в Самару пришли стремительно, а вместе с ними в ночь с 25 на 26 декабря столицу региона накрыла сильнейшая метель. Только за сутки, по словам специалистов метеослужбы, выпало свыше 11 миллиметров осадков, а высота снежного покрова достигла 28 сантиметров. Сотрудники МЧС объявили оранжевый уровень опасности, а работники коммунальных служб сразу же приступили к расчистке города от снега. Дороги, тротуары, внутриквартальные проезды, общественные территории. В минувшие выходные от последствий непогоды освобождали 360 единиц спецтехники и 2800 уборщиков. И все это в круглосуточном усиленном режиме. Остановочные площадки расчищены, но есть проблематика с валом. Сегодня с утра задача поставлена добить, как раз убрать валы после ночной работы по проезжей части от остановочных площадок и доработать тротуары. В мэрии в очередной раз призывают управляющие компании ТСЖ, ЖСК и ТСН добросовестно относиться к своим обязанностям и своевременно очищать от снега дворы, тротуары и внутриквартальные проезды. В Самаре более 10 тысяч многоквартирных домов. Все прилегающие к ним территории должны быть в порядке. На нарушителей уже составляются административные протоколы. Чтобы не доводить ситуацию до штрафных санкций, необходимо убирать снег вовремя. В зоне особого внимания ветхое жилье и частный сектор. Расчищать узкие дороги от снега необходимо в первую очередь. Зачастую это единственный путь для машин патрульных служб и скорой помощи, и он должен быть беспрепятственным. Каждый день мы проводим с прокуратурой и вместе с ГАТИ объезды территории, активно оформляем акты к тем, кто плохо работает, и надеемся, что это должно возыметь результат. За минувшие выходные из столицы региона вывезли 9,5 тысяч тонн снега на спецполигоны. Напомним, в Самаре их 7, 4 муниципальных и 3 коммерческих. Работа по расчистке города от снега продолжится и будут идти в ежедневном режиме. Аномальные морозы, подкрепленные сильным ветром, пока не спешат уходить с территории города. В условиях непогоды количество спецмашин и число уборщиков вновь увеличат. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. В Самарской области восстановили движение на трассе М5 «Урал». В ночь субботы на воскресенье около поселка Первокоммунарский Алексеевского района образовался затор. В снежном плену оказались 40 машин, 25 легковых и 15 грузовых. В них находилось 48 человек, в том числе шестеро детей. Пробка образовалась из-за сильной метели. Видимость не превышала 500 метров, а сила ветра составляла 25-27 метров в секунду. На помощь поисково-спасательным отрядам выехали сотрудники Волжского центра МЧС. Совместно с коллегами из госавтоинспекции организовали расчистку дороги и эвакуацию людей в мобильные пункты обогрева. По предварительной информации, пострадавших нет. В течение дня на месте затора проводились работы по расчистке дорожного полотна силами МЧС России и дорожными службами. Личный состав МЧС России оказывал помощь водителям по освобождению автотранспорта и снежного заноса. На месте затора было задействовано 70 человек и 28 единиц техники. 27 декабря в России отмечают День спасателя. Министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу поздравил российских спасателей с профессиональным праздником. Он выразил благодарность тем, кто стоял у истоков создания МЧС России, а также нынешним сотрудникам ведомства. Губернатор Дмитрий Азаров также поздравил сотрудников МЧС и поблагодарил их за работу, которая позволяет Самарской земле чувствовать себя спокойно и уверенно. Связать Куйбышевский и Волжские районы, а также Новокуйбышевск с Самарой коротким маршрутом и при этом исключить пробки. В Самаре открыли рабочее движение по автомобильной дороге, автодорожный маршрут, центр по Волжье-Урал. Теперь по мосту через реку Самара можно напрямую выехать на кряж. Торжественно открыли дорогу губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Подробности в нашем сюжете. То, чего с нетерпением ждали. Магистральная дорога общегородского значения позволит жителям Куйбышевского и Волжского районов Самары, а также Новокуйбышевска, без пробок за короткое время добираться до центра города. Кроме того, теперь открыт прямой выезд на федеральные трассы в направлении Оренбурга и Казахстана. И на региональную дорогу Самара-Волгоград. Строительство второго этапа Самарского мостового перехода стало возможным благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Для ускорения строительства мостового перехода были выделены дополнительные средства из федерального бюджета. В итоге работы завершены почти на год раньше запланированного срока. Дмитрий Владимирович, поздравляю, поздравляю, еще раз благодарю. Это у нас не первый объект, который мы раньше срока на год фактически вводим в эксплуатацию, обеспечиваем движение, потому что здесь предстоит формическая работа. На сегодняшний момент техническая готовность нового объекта составляет 97%. Осталось завершить незначительную часть работ, в том числе выполнить освещение. Это будет сделано в первом квартале 2022 года. После чего будет получено разрешение на ввод в эксплуатацию, а пока запущено рабочее движение. Данный объект уникален тем, что в балках заложены канаты с предварительно напряженной арматурой. То есть по технологии сначала вставляется опалубка, вяжется нижняя сетка, прокладываются канаты образователи. В эти канаты образователи прокладываются канаты. После принятия бетона, после набора прочности бетона происходит натяжение. То есть пролеты здесь довольно-таки большие, 33 метра. И чтобы данный пролет держался, нужно его как-то закрепить, скажем так. И после того, как натяжка прошла, все конструкция считается готовой. Напомним, проектом предусмотрено строительство 4-6-полосной автомобильной дороги протяженностью 7 километров 800 метров. В составе дороги три транспортные развязки. На пересечении с улицей Утёвской, на пересечении с улицей Грозненской и путепровод через железнодорожные пути. Характерной особенностью данного объекта является то, что он поворотный. Радиус кривой на данном участке 107 метров. В общей сложности сам путепровод протяженностью составляет 212 метров. Плюс подпорные стены. На подпорные стены общая протяженность на данном участке 293 метра. Всего за три года в Самарской области было построено и отремонтировано 1200 километров дорог. 16 мостов, расположенных в сельских районах, были реконструированы и капитально отремонтированы. На полтора года раньше запланированного срока с серьезным опережением графика был введен в эксплуатацию мост через реку Сок. Реализация проектов, направленных на социально-экономическое развитие, в том числе улучшение транспортной инфраструктуры – важная часть стратегии лидерства региона, разработанной по инициативе Дмитрия Азарова при участии жителей Самарской области и направленной на повышение качества их жизни. Виктория Шарая, события. В Самаре наградили жителей, которые участвовали в разработке и установке стелы «Город трудовой доблести». Архитектурный комплекс появился на Аллее трудовой славы в Кировском районе, как олицетворение подвига тылового Куйбышева, который в годы Великой Отечественной войны стал запасной столицей. Подробнее расскажем в сюжете. За активное участие в создании и установке стелы трудовой доблести, за информационное сопровождение и помощь в организации торжественного открытия мемориального комплекса. Глава Самары Елена Лапушкина поблагодарила представителей волонтерских организаций, краеведов, историков, преподавателей вузов и СУЗов города, а также работников самарских музеев. Стелла у нас получилась замечательная. Я надеюсь, что вы все ее видели. Целый мемориал получился очень наполненным, очень красивым, очень величественным. И все люди, которые сегодня присутствуют в этом зале, конечно, принимали в этом самое непосредственное участие. Особую благодарность глава города выразила краеведам и историкам Самары. Во время подготовки мемориала они принимали активное участие в сборе и утверждении информации о трудовых и боевых подвигах жителей тылового Куйбышева. Очень важно, что это сооружение, оно гораздо полнее и точнее, нежели раньше, отражает вклад нашего города в историю. После церемонии награждения участники обсудили дальнейшую совместную работу по сохранению исторической памяти. В частности, директор Самарского дома молодежи Дмитрий Кривов предложил создать специальные QR-коды для всех достопримечательностей, которые олицетворяют Самару как город трудовой и боевой доблести. За время подготовки к открытию мемориала специалисты собрали колоссальный объем информации. Ее необходимо донести в доступной форме, а главное – простым способом. Я думаю, что однозначно работа будет начата в следующем году, но это процесс не быстрый. Я думаю, что в течение года будет создана концепция, проработаны все материалы и к концу года будет уже сформирован проект, который, надеюсь, и начнет свою реализацию также в следующем году. Мемориальный комплекс «Стелла трудовой доблести» открыли 10 декабря. Для его создания и установки занималась администрация Самары совместно с Российским военно-историческим обществом и правительством региона. Мария Левина, Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. Слова признательности за совместную работу по установке «Стелла город трудовой доблести» сегодня звучали в зале администрации Самары. За цикл тематических видеоматериалов благодарственными письмами от главы города Елены Лапушкиной были награждены режиссер телеканала «Самаргиз» Сергей Бахарев и ответственный редактор телеканала Светлана Кудрявцева. Еще раз хочу сказать огромное спасибо за совместную работу. Действительно, «Стелла» получилась очень красивая. На сегодняшний момент она признана самой красивой «Стелла» из всех установленных «Стелл». Поэтому слова признательности, благодарности и уверенности, что это только начало нашей дальнейшей работы совместной. В Самаре продолжается контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Один из рейдов прошел на транспортной развязке в Постниковом овраге, где традиционно большой пассажиропоток, поскольку сходятся трамвайные и автобусные маршруты. Вместе с межведомственной комиссией в рейд отправился Максим Магомедов. В Самаре продолжают выявлять нарушителей масочного режима в общественном транспорте. Ежедневно эту работу проводят при участии Департамента транспорта, представителей перевозчиков, народных дружинников и сотрудников полиции. Еженедельно проводят до 80 рейдов. Богдану Терилляцкому сегодня повезло, за нарушение отделался предупреждением, поскольку оно было устранено на месте сразу после замечания. Почему вас вы сразу не одеваете? Она же у вас есть. Я сначала ее одел, потом. Ну то есть пренебрегаете правильно? Средствами индивидуальной защиты органов дыхания? Или как? Нет, почему? Ну, получается, что по внимательности лишь раз. С сентября прошлого года, когда к рейдам подключились сотрудники полиции, оформили 926 административных материалов. С начала года на антимасочников составили 789 протоколов. За последнюю неделю выявили 63 нарушителя. За несоблюдение противоэпидемиологических мер пассажирам придется заплатить штраф до 30 тысяч рублей. Если будет зафиксированный рецидив, то в этом случае может грозить штраф до 50 тысяч. Есть и случаи, когда, говорю, повторно привлекали. Это говорит о том, что человек сознательно, он не хочет носить эту маску, настолько не хочет, что даже попадается вновь и вновь нашим рейдовым группам. Несмотря на то, что продолжает действовать постановление губернатора о режиме повышенной готовности, несмотря на то, что в усиленном режиме продолжаются межведомственные рейды, охватывающие все маршруты и автобусные, и трамвайные, и троллейбусные, и станции метрополитена. Вот максимально доносим до всей аудитории нашей, до всех пассажиров о необходимости носить маску в салонах общественного транспорта. Перевозчики, в свою очередь, заботятся как о пассажирах, так и о своих сотрудниках. Ежедневно перед рейсами с персоналом проводят инструктаж и выдают средства индивидуальной защиты. Кроме этого, перед выходом на линию дезинфицируют и моют подвижной состав, следят, чтобы во время рейсов исправно функционировали рециркуляторы воздуха. Представители транспортного предприятия призывают самарцев не портить себе настроение перед новогодними праздниками и заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. Необходимо надевать защитные средства и не забывать их, не снимать до окончания поездки, потому что все-таки праздники, мы все понимаем, да, все готовятся к этим предпраздничным дням, и никто не хочет заболеть, поэтому ничего сложного не составит то, что себе взять маску надеть и своему ребенку в том числе. Мы, конечно же, детей не высаживаем из транспорта, потому что понимаем, что холодно. Не забывайте инструктировать своего ребенка о том, что он должен быть в транспорте, в маске и оплатить свой проезд. Жителям города еще раз напомнили, что ношение маски в общественном транспорте обязательно для всех пассажиров, вне зависимости от наличия сертификата или QR-кода о вакцинации от COVID-19. Индивидуальные защитные средства необходимо надевать перед входом в салон. Маска должна плотно прилегать к лицу, закрывая рот и нос. Надежда Зайцева регулярно пользуется общественным транспортом, периодически делает замечания пассажирам без маски. Сама никогда не пренебрегает средствами защиты органов дыхания, говорит, что ей так комфортнее. Ну, во-первых, чтобы не простыть, а потом и чтобы не заразиться, хоть я и привелась, и ревакцинировалась. До особого распоряжения штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции контроль продолжится в усиленном режиме. Максим Магомедов, Николай Сидоров, События. В регионе также продолжается и прививочная кампания против гриппа. Вакцинируют как взрослое население, так и совсем маленьких жителей области. Чтобы выработать коллективный иммунитет и невосприимчивость к вирусу, необходимо привить более 60% детей. Как проходит вакцинация в Тольятти, расскажут наши корреспонденты. Первую прививку от гриппа своему сыну Инна Киселева поставила несколько лет назад. С тех пор вакцинируют ребенка ежегодно. Отмечает, мальчик стал реже болеть и пропускать занятия в школе из-за сезонной простуды. Сейчас класс ребенка находится на дистанционном обучении, но при желании у медсестры общеобразовательного учреждения можно взять направление в районную поликлинику и вакцинироваться, не нарушая ежегодный график. Я только за прививки. Дети переносят неплохо, болеют реже. Поэтому мы за прививки. Для того, чтобы выработать коллективный иммунитет, нужно привить 60% младшего населения региона. Прививка детям необходима, отмечают медики, особенно в сезон повышенной заболеваемости. Она защищает нас от тяжелого течения гриппа, от присоединения каких-то других инфекций, которые могут усложнить течение гриппа. В настоящее время в поликлинику поступили вакцины «Ультрикс-Квадри» и «Гриппол-Плюс». По направлению из детского сада и школы прививку сделают быстро, пригласив ребенка в лечебное учреждение в назначенное время. Они сразу приходят сюда, потом идут в прививочные кабинеты. То есть они минуют регистратуру. Мы просто это делаем для удобства, чтобы охватить детей вакцинацией. Процедурные кабинеты в Третьей Толятинской поликлинике работают с 8 утра до 8 вечера. Перед вакцинацией ребенка осматривает врач, измеряет температуру тела, сатурацию, если все показатели в норме, вакцинирует. Маленьким пациентам необходимо прийти в поликлинику в сопровождении законных представителей или опекунов, для того, чтобы оформить согласие на процедуру. Ольга Павлова, события. Эфир продолжит новости экономики. Виктория Шаре уже в студии. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Михаил и уважаемые телезрители. Ростуризм предложил реформировать систему фингарантий для клиентов, разорившихся фирм. В чем суть реформ? В том, чтобы туристы получали выплату, покрывающую стоимость тура. Но есть нюансы. Расскажу подробнее сразу после курса валют. Курс доллара на 28 декабря – 73 рубля 23 копейки. Евро – 82 рубля 93 копейки. Нефть марки Brent колеблется на отметке 75 долларов 82 цента за баррель. Ростуризм предложил реформировать систему фингарантий, чтобы клиенты разорившихся турфирм могли получить выплату, покрывающую стоимость бюджетного тура. Сейчас закон не защищает клиентов от краха. Предусмотренная сейчас законом система финансовых гарантий не отвечает современным реалиям рынка и не позволяет туристам в случае банкротства туроператора получать сколько-нибудь значительную компенсацию или хотя бы существенную часть оплаченной путевки. С банкротством сталкивались менее 1% клиентов турфирм. Но это проблемы чувствительные, отметили в Ростуризме. Федеральное агентство по туризму готовит изменения в законодательство, которые позволят туристу в случае краха турфирмы получить минимальную гарантированную компенсацию. Банк России не планирует вводить новую отчетность для банков для контроля за операциями физических лиц. Проводимая Центробанком работа не предполагает тотального контроля за операциями, заявили там. Регулятор отметил, что речь идет о противодействии платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финансовых пирамид. Таким образом, Банк России отреагировал на информацию о взятии под контроль всех денежных переводов россиян, о чем СМИ сообщали ранее. Вице-премьер России Марат Хуснулин назвал главной угрозой для строительной отрасли страны подорожание материалов. По его словам, Россия сейчас находится в такой зоне риска, что если цена будет и дальше расти на 15-20% и более, то придется сокращать уже запущенные строительные программы. Он подчеркнул, что если из-за роста стоимости материалов запущенные стройки будут остановлены, последствия будут очень плохими. Вице-премьер также указал на сокращение притока трудовых ресурсов в Россию из-за пандемии. Поднять производительность труда при сохранении текущей ситуации получится не раньше, чем за 2-3 года. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. В Самаре проходит предновогодняя благотворительная акция «Дерево добра». Вплоть до новогодних каникул самарцы могут подарить подписку на периодические издания социальному или культурному учреждению. Ее можно оформить в любом отделении почты, либо через официальный сайт и мобильное приложение. Традиционно в акции приняла участие глава Самары Елена Лапушкина. Подробнее расскажу в следующем сюжете. Акция «Дерево добра» объединила клиентов Почты России со всех уголков страны. Самара не исключение. В этом году благотворительная акция прошла в знаковом месте – в доме купца Иванова, где в сентябре открыли первое в России отделение ретро-почты. На протяжении шести лет жители страны в канун Нового года дарят подписку на периодические издания социальному или культурному учреждению – Дому ветеранов, Детдомам и Домам культуры, а также библиотекам. В благотворительной акции приняла участие глава Самары Елена Лапушкина. «Не первый раз я принимаю участие в этой акции. Прекрасная светлая акция в канун Нового года, когда принято дарить подарки. И действительно мы оформили совместно подписку в наши детские дома, в наши детские учреждения и герцетологическое отделение». Все желающие могут принять участие в акции в любом отделении почты, а также через официальный сайт и мобильное приложение. «Можно поучаствовать в любом почтовом отделении на территории Российской Федерации. Также можно пригласить почтальона. Он использует мобильное средство, имеющееся у него на каждом доставочном участке. Поэтому можно даже через почтальона услуга этой востребоваться». Каждый год во время акции «Дерево добра» количество выписанных изданий только увеличивается. Например, в 2019 году адресаты получили более 7 тысяч изданий. А уже в 2020 году их количество превысило 10 тысяч. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События. Главный зимний волшебник встретился с самарскими детьми и прогулялся по городу. В областную столицу приехал Дед Мороз из Великого Устюга, чтобы проверить, готов ли город к встрече нового 2022 года. Обо всем подробнее расскажут наши корреспонденты. Первая остановка Деда Мороза – театр «Самарская площадь». Каждый год зимний волшебник навещает здесь малышей с ограниченными возможностями здоровья. Такую традицию приглашать Деда Мороза к детям ввел губернатор Дмитрий Азаров, когда еще был мэром Самары. После поздравлений актеры театра дают новогодние представления. В этом году из-за ограничений, связанных с пандемией, зал немного поредел, его можно заполнять только на 50%. На праздник попали 70 малышей, но организаторы надеются, что уже через год ситуация изменится в лучшую сторону. Нас принимают, нас любят в этом театре. И дети это ценят, и родители тоже это ценят. Это, вы знаете, это вера в добро, вера в лучшее. И самое главное, ребята получают удовольствие, когда приходят и встречаются с таким Дедом Морозом. А Дед Мороз – это само очарование. Раз, два, три, елочка, гори! Зажег огни на зеленой красавице Дед Мороз и в Самарском театре «Кукол». Я желаю, чтобы у каждого человека на земле был дом большой, теплый, уютный, чтобы в этом доме всегда ждали. Главный зимний волшебник страны прибыл из Великого Устюга, чтобы посмотреть, как в городе на Средней Волге готовы к встрече Нового года. На сцене театра «Кукол» Дед Мороз поздоровался с маленькими зрителями, детьми, сиротами, воспитанниками социальных учреждений и малышами из многодетных семей. Волшебник подарил ребятам сказку «Алиса в стране чудес». А сразу после представления каждый из 175 ребят получил сладкий подарок. Любому ребенку очень важно прийти на какое-то торжественное мероприятие, на елку, увидеть Дедушку Мороза, причем настоящего Дедушку Мороза. Мы очень рады в своем новом здании принимать такого замечательного Деда Мороза, которого знает вся страна, знает и любит. Затем Дед Мороз отправился на ретро-почту, чтобы забрать письма с желаниями, которые ему написали самарцы. Главный зимний волшебник заверил, что все мечты исполнятся, стоит только искренне поверить. Светлана Кудрявцева, Михаил Ермоленко, Мария Левина, Григорий Плешаков, Максим Гусев. События. На этом мы с вами прощаемся. Продолжайте читать наши новости на официальном сайте СамарГиз, в телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин